Музыка Чувствую ответственность, которая возложена на меня. Мы должны донести факел вовремя. Хорошо, что возрождается история какая-то, история край. Немного сегодня регионов России могут похвастаться вот такими летними сельскими, подчеркиваю, спартакиадами. Здесь я выкладываюсь по полной, показываю весь скоростной потенциал. Подготовился, настроился к соперникам, приехал, выиграл. Сейчас живу на данный момент в Москве, в традицию вошло, каждый год приезжаю. Мы очень дружный коллектив, очень. Поэтому, наверное, это и есть наш секрет успеха. В 48-й раз в Омской области. Летний, сельский, спортивный, культурный. Праздник здоровья, дружбы и богатых традиций. Королева спорта Крутинка-2018. Сегодня вспоминаем самые интересные моменты, самых ярких спортсменов, самые закрученные сюжеты и самые эмоциональные развязки. В начале июля 2018 года в размеренную жизнь живописного Крутинского района Омской области ворвалась королева спорта, которая обещала оставить после себя спортивные объекты, самые лучшие воспоминания и знакомства. Именно со знакомства с крутинскими людьми и традициями истории начался визит почетных гостей праздника. Руководители региона Александр Бурков и главы районов Омской области посетили ярмарку сельских поселений. Областной спортивно-культурный праздник проводится на этой земле в четвертый раз. Крутинцы любят и умеют принимать гостей. На берегу живописного озера Ик расположился стадион «Авангард». Здесь 7 июля разлилась вся палитра ярких красок сельского праздника. Торжественное открытие, выступления парашютистов, настоящий тематический спектакль от артистов, традиционный парад спортсменов из всех 32 районов Омской области. Всего в престижном сельском старте нынешнего года приняли участие более 800 человек. А с учетом вынесенных соревнований, 14 видов программы, На дорожки, площадки, ковры и поля «Королева-2018» вышли более 1700 спортсменов. «Королева спорта имеет огромное значение в единении всех омячей, объединении всей области в едином порыве. Здесь происходит сплав энергии, сплав идей, сплав отношений, любви к своей земле». Субтитры создавал DimaTorzok Спортивная часть программы «Королевы», как и торжественное открытие праздника, получилась не менее интригующей и захватывающей. Четыре дня на спортивных площадках «Крутинки» кипели страсти. Обязательный для всех команд вид спартакиады легкая атлетика собирает на стартах крепких, хорошо подготовленных и заряженных спортсменов. Здесь можно встретить уже опытных бегунов, прыгунов и толкателей. Заметно молодеют при этом составы сборных от районов. Юные сельчане стараются не отставать и равняются на своих уже состоявшихся земляков. «Молодежи всегда было много, а сейчас особенно. И это хорошо, что очень много молодых. И думаю, может быть, все-таки прогресс и результат так будет». «Очень красочно, интересно. Все-таки удачный старт. Я думаю, что в этом помогает, прежде всего, то, что из Сомской области. Это личные достижения, это уверенность. Прежде всего, подтверждение кандидата, как у меня он уже закончился. Это прежде всего для себя, для тренера и для района. «Все спортсмены стараются, всем охота победить, но получается, это не у всех. И тот, кто тренируется, настроен на победу, есть воля к победе. Поэтому очень важно, на самом деле». «Две дистанции из двух, 400 и 200 метров. 400 – моя коронная дистанция. 200 – уже одна из моих любимых дистанций, потому что она покороче. Здесь я выкладываюсь по полной, показываю весь свой скоростной потенциал». Жарко было на соревнованиях по армрестлингу. В зале Крутинского дома культуры собрались самые сильные мужчины и женщины Омской области. В нынешнем году в финале королевы 72 участника из 18 команд. Есть здесь призеры чемпионатов Европы, те, кто профессионально занимается армспортом. Кому-то в подготовке к соревнованиям помогает ежедневный труд пекаря – тренировки с мешками муки. Каждый атлет со своей историей, достижениями, но на каждый поединок спортсмены выходят максимально настроенными на результат. «Вот недавно в мае проходил турнир чемпионат Европы, и я стала бронзовой призеркой на левую руку». «После таких крупных стартов на королеве, насколько приятно в своей атмосфере?» «После приятно больше выступать за свой район, представлять, чтобы гордился твой район за тебя и ждала себя только побед». «На левой руке у меня третье место получилось, на правой первое. Ну, как бы и не собиралась даже так, не думала, что выйду в финал». «Как соперницы?» «Соперницы сильные. Ну, мы со многими знакомы, я не первый год езжу, но сильные». «Как готовились к этим соревнованиям?» «Совершенно не готовилась. Просто сила есть, да?» «Ну, да. Готовилась на работе с мешками, с мукой». «Занимаюсь уже, получается, восемь лет выступаю, постоянно занимаюсь, постоянно соревнования езжу. В Санкт-Петербурге два года, получается, выступал. Десять соревнований там, получается, почти все первые места. Семь первых мест, одна бронза и два серебра. Сейчас, как бы, задача, то есть, команду выше поднять, чтобы наши все хорошо выступили. Но пока хорошо идем». «В борцовском турнире в этом году 90 претендентов на победу в королеве. Из них – 47 мастеров спорта. Конкуренция в каждой весовой категории высока. И это при том, что на 49-ю спартакиаду не приехали лидеры этого вида спорта в нашей области – москаленские борцы. Это большая гордость для меня, для нашего района – одержать победу на таких соревнованиях. Королева – это всегда ярко-праздничное настроение. То есть, проходит в хорошем духе. Всегда, всегда нравится королева. Участвую уже 8 лет подряд. То есть, в этом году выиграл в весе 67 килограмм. То есть, ни одного балла не отдал. Всех 8-0, 8-0. Представляю Конечниковский район. Уже много лет сам родом оттуда. И сейчас живу на данный момент в Москве. Просит команда приехать. Я как в традицию вошло. Вот это каждый год приезжаю. Традиционно, интересно прошел турнир у городошников. Этот вид спорта в Омской области любят. Интерес, постоянное укрепление команд и серьезная подготовка – тому подтверждение. Марьяновка, Исселькуль, Тара, Любина, Русская Поляна – лидеры королевских турниров последних лет. В 2018-м лучшими стали и селькульские спортсмены. Главный успех – то, что команда уже в течение пяти лет в одном составе играет. Добавился у нас молодой, самый маленький участник в сегодняшнем турнире. Ну и надеюсь, что дальше городочный спорт получит развитие в Омской области более популярно. Это большая, самая сплоченная семья из всех видов спорта. Это городочники, которых не так много в Омской области. И все друг друга знают очень хорошо. Преуспели и селькульцы и в волейболе – женском. В решающей встрече турнира лидеры последних лет девушки из-за селькуля встретились с грековчанками, которые в этом году совершили мощный рывок и дошли до финала. Вопрос о победителе решился в трех партиях. Шестой год подряд – и селькульские волейболистки – чемпионки королевы спорта. Мы уже много раз занимаем первое место. Для нас это в принципе не впервой, но мы как бы повторно всегда рады. В принципе, на эмоциях, как обычно. Достойная команда. Всем спасибо, кто за нас болел, всем нашим болельщикам. Всем-всем. Вообще турниры насколько напряженные были, как соперники были? Соперники все были достойные, все наравне сильные. Нам было с некоторыми командами действительно тяжело, но мы со всем справились. Девушки уже ликовали и поздравляли друг друга с медалями, а на соседней площадке мужчины из Омского и Таврического районов выясняли, кто сильнее. И здесь многократные чемпионы, а мячи, также в трех партиях уверенно подтвердили свое превосходство. В этом году ребята получились, ну команды получились более-менее равные, плюс погодные условия, вносят свои некоторые коррективы. Поэтому как бы считаю, что хорошо сыграли и все ребята достойны на победу, все команды. Вот, ну, везет сильнейшим. Почетный кубок за третье место завоевали спортсмены Тарского района. Обладатели общекомандного серебра сборная Таврического района. Дружина Омского района стала победительницей спортивных баталий в командном зачете уже в 21 раз, выиграв золотые кубки в соревнованиях по пяти видам спорта из 22. Стрельбе, мотокроссе, мужском волейболе и баскетболе, а также в соревнованиях спортивных семей. Кроме того, на счету этой сборной еще вторые места в шахматах, велоспорте и палеотлоне. Мы надеялись, верили в удачу, мы победили эмоции самые положительные, мы очень рады. И победить на празднике, на королеве, это престижно, это почетно. Мы рады нашей победе. Низкий поклон спортсменам Омского муниципального района, тренерам Омского муниципального района. Королева спорта 2018 назвала своих героев. На торжественном закрытии соревнований после вручения наград победителям и призерам, крутинцы передали флаг и символическую эстафету спортсменам Русско-Полянского района. Ну а многие сельчане встретятся уже весной следующего года на 49-м областном спортивно-культурном празднике Севера Кормиловка-2019. Русско-Полянского района